Теракт с исламинской подоплекой. Это основная версия атаки на автобус немецкого футбольного клуба «Барусия» в немецком Дортмунде. Взрывы прогремели накануне вечером, когда команда выезжала на матч Лиги чемпионов с французским клубом «Монако». Кто пострадал и что было в записках, найденных на месте преступления, узнаем у Татьяны Лагуновой. Она с нами на связи из Германии. Таня, здравствуй, расскажи обо всем, что известно на данный момент. Добрый вечер, Наташа. Взрывы прогремели за час до начала матча между клубами «Барусия», «Дортмунд» и «Монако». Игроки «Барусии» уже покинули отель и на автобусе ехали на стадион. Взрывов было три. Это произошло, когда автобус проезжал по одной из улиц Дортмунда. Устройства были спрятаны в кустах на обочине трассы. Ранение получили два человека. Центральный защитник клуба «Испанец» Марк Бартра. Его прооперировали в больнице Дортмунда и полицейский, который на мотоцикле сопровождал автобус. Команда, фанаты и политики в шоке. Ранен Марк Бартра. У него травмы запястья и руки. Он в больнице, но жизни ничего не угрожает. Команда в полном шоке, и это понятно. Мы все были потрясены, когда услышали об атаке на автобус игроков «Барусии» в Дортмунде. От всего сердца мы желаем скорейшего выздоровления раненому футболисту Марку Бартре и полицейскому. Это ужасное преступление. На месте атаки, ну а позже и в интернете, полиция нашла сразу несколько записок. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты, активисты левого движения «Антифа». Эти записки уже проверили на подлинность, и буквально несколько часов назад прокуратура обнародовала основную версию теракт. Мы исходим из того, что у атаки террористическая подоплека, хотя мотивы до сих пор не ясны. На месте взрывов мы нашли несколько признательных записок одинакового содержания, которые указывают на вероятность исламистского следа. Авторы этих записок требовали вывести из Сирии немецкие самолеты «Торнадо» и закрыть авиабазу «Рамштайн». Есть и первый задержанный. Полиция арестовала исламиста, имя которого не называют. Еще несколько человек под подозрением. Их квартиры обыскивают. Наталья. Таня, матч, который должен был состояться накануне, перенесли на сегодня. Началась ли уже эта игра, и насколько усилены меры безопасности? Да, Наташа, матч уже начался. Весь день полиция призывала зрителей прийти на стадион заранее, чтобы всех смогли тщательно проверить. Усилена и охрана самой арены, как в Дортмунде, так и в Мюнхене. Там сегодня играют клубы «Бавария» и «Реал». Сегодня на стадионе будет много полицейских. Мы хотим, чтобы все чувствовали себя в безопасности. На стадионе и возле него будут работать собаки и щейки. И мы сделаем все возможное, чтобы защитить команды и фанатов. Тревожное заявление сделали сегодня и немецкие силовики. Дескать, уровень террористической угрозы в стране крайне высок. И не исключено, что в ближайшее время могут произойти новые атаки. Киев. Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова с подробностями теракта в Дортмунде. Спасибо.